К другим новостям. В Чувашии за прошлый год было выявлено около 2000 преступлений экономической и коррупционной направленности. В каких сферах наиболее часто встречаются подобные нарушения и как с ними борются, рассказали сегодня на пресс-конференции сотрудники МВД. Екатерина Абрамова продолжит тему. За прошедший год органами МВД раскрыто 40 преступлений по нецелевому расходованию и хищению бюджетных средств. 74 преступления, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, изъято более 8,5 тысяч литров спиртосодержащего товара, а также разоблачены незаконные организации по проведению азартных игр. Но особую популярность среди преступников в последнее время приобрела схема финансовой пирамиды. И тут сотрудники МВД в очередной раз напоминают. Бесплатный сыр, как правило, бывает только в мышеловках. Могу сказать, что это порядка тысяч заявлений от жителей республики, которые обратились с заявлениями о невозврате денежных средств по договорам, которые они заключили с различными финансовыми организациями. В прошлом году у нас поставлено на учет 36 преступлений, указанные на правленности. По ним 500 потерпевших признана. Общая сумма учерба превысила 270 миллионов рублей. Конечно, заключать договоры с кредитными потребительскими кооперативами и микрофинансовыми организациями можно. Но прежде лучше посетить сайт Центробанка России и ознакомиться с полным списком лицензированных организаций. А тех, что нет в реестре, не брать во внимание. Правда, фальшивыми могут быть не только организации. На территории Чувашии в прошлом году зафиксировано около 250 случаев, связанных с фальшивомонетничеством. В чем, так скажем, опасность для граждан данного вида преступлений? Когда гражданин получает купюру и не знает отличительных признаков банкноты, то он может стать невольным сбытчиком фальшивых денежных купюр. Если же гражданин, и мы это доказываем, знал о том, что купюры являются подделенными, но тем не менее пытался сбыть в торговом учреждении, для того, чтобы не потерять те денежные средства, которые он заработал, то здесь уже речь идет об умышленном сбытии фальшивых денежных купюр. Если вы стали жертвой фальшивомонетчиков, то незамедлительно обратитесь в полицию или позвоните по телефону доверия. Купюра, конечно, будет изъята, но к уголовной ответственности вас не привлекут. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика.